Да, всё верно. Это программа «Особое мнение» на 101.0 на часах 13.07. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Своё особое мнение сегодня выскажет Олег Ткачёв, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области. Олег, добрый день. Добрый день. С сайта хакирова.ру обращаю ваше внимание слушателей на него. Там есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, есть там специальная форма для того, чтобы задать вопрос гостю особого мнения. Но и позже все наши программы, выходящие в прямой эфир, и аудио-видео появляются на сайте хакирова.ру. Олег, хочу задать первый вопрос. Вы гордитесь тем, что живёте в стране, президент которой четвёртый год подряд становится самым влиятельным человеком в мире по версии журнала Forbes? Я горжусь тем, что я просто живу в этой стране, а не за президента, не за рейтинги Forbes. То есть за рейтинги Forbes мне что-то гордиться как-то не... не знаю, не близко, не к лицу, да? А вообще обращаете внимание на рейтинги всевозможных глав регионов, руководителей муниципалитетов? Поднялся он там на сколько-то пунктов, попустился на столько-то пунктов? Я знаю, что это как бы такое лукавство, это всё очень такая сильная условность, ну, то есть все вот составляемые рейтинги, потому что вот неточность и очень приблизительность критериев она не даёт судить, то есть расположить в единую там шкалу, в единую там последовательность и там определить по аранжиру. То есть это всё равно это, ну, такая игра, которая нравится людям, там, в неё играть, расставлять в порядке, там, возрастания, убывания, там, кого, каких-то людей, их значимость, их возможности. Их работа, которая и для обычного человека никакой значимости не имеет. Все люди разные, то есть если мы говорим о рейтингах, ну, персонале, то есть все руководители разные, они находятся в разных условиях, там, в регионах с разными, там, набором, ну, различных факторов. Кто-то там силён как экономист, кто-то силён как управленец, кто-то силён тем, что умеет улаживать конфликты между различными, там, конфликтными группами, кто-то ещё чем-то силён. Задавать вопрос, кто лучше, лев или тигр, ну, это, кто сильнее, там, акула или бульдозер, ну, вот сравнивать вот эти вот и располагать в какую-то там последовательность, в какой-то единый рейтинг, ну, оно, ну, лукавствует, незачем. Ну, рейтинги составляются как независимыми какие-то компаниями, да, частными структурами, так и государственными. Вот, может, государству тогда вообще стоит отказаться от составления каких-то рейтингов? Не тратить на это деньги? Ну, не знаю, я бы предложил отказаться. Отказаться. Ну, некоторым людям, ну, хочется, то есть, люди хотят знать какую-то простую определённость. То есть, если люди хотят такой информационный продукт, ну, ради Бога. Просто для меня этот информационный продукт не даёт ничего. А как насчёт социологических исследований? Доверие, недоверие, вот я отталкиваюсь от результатов очевидного опроса, проведённого Левада-центром. 84% одобряют деятельность Путина на посту президента Российской Федерации. Вы относитесь к этому числу? Одобряющих? Нет, не отношусь. То есть, оставшиеся 16%. Да, оставшиеся 16%. Ну, по отношению к социологическим исследованиям. Если это исследование, то да, ну, в первую очередь я хочу узнать, кто проводит, как, по какой выборке, насколько она репрезентативна, ну, и так далее. Меня всегда настораживают и отталкивают результаты так называемых социологических опросов, когда берутся непрофессионалы это делать, потому что там явно видно, там, ну, притягивание залу. Это к самой организации вы имеете, да, притягивание? Да, то есть... К тому, как это происходит? Это очень социологические исследования, это очень тонкая вещь. То есть, там есть масса, как бы, нюансов, которые, ну, прямо переворачивают результаты исследований. То есть, интерпретация результатов исследования. То есть, это очень тонкая и серьезная вещь, чтобы ее могли делать непрофессионалы. То есть, непрофессионалы не могут сделать это качественно, то есть, по определению. И поэтому, когда там звучит результаты какого-то там социологического исследования, там, какую-то социологию, когда кто-то предъявляет, у меня сразу первый вопрос, кто это делал, насколько эти люди были компетентны, чтобы, там, доверять или не доверять от того, кто делал. Ну, а опросов в последнее время у нас кто только не делает. Ну, вот... Огромное количество заинтересованных структур людей. Хорошо, сейчас перейдем к большой и важной теме. Я думаю, продолжать будем мы после небольшого перерыва, который будет через три минуты. Президент Путин 8 декабря заявил о том, что с 1 января 2017 года социально ориентированные некоммерческие организации смогут работать в социальной сфере, получая деньги из госбюджета. Минимум на два года Путин решил допустить НКО к этой деятельности. По словам президента, это даст гарантии стабильности таких НКО позитивно скажется на качестве социальной сферы страны в целом. Я мало представляю, а скорее всего, вообще не представляю, как это будет работать. А вам ясно, о чем идет речь? Смотрите, сейчас это неясно всей стране. Тут есть какие-то вещи уже прояснены, какие-то только еще будут. Сейчас, по-моему, Госдума в спешном порядке что-то пытается принять, да? Сейчас, да, и Госдума готовит поправки, и в различные законы, не только в законно-коммерческих организациях. Срочно идет работа по министерствам, по ведомствам. Вопрос вот в чем. Мы уже давно говорили, и даже в этой студии обсуждали неоднократно, но вообще разговор идет много лет. О том, что услуги, которые оказываются населению, могут оказывать в том числе не государственные организации. Там организации бизнеса, не коммерческие организации. То есть есть политический тренд, особенно сильно прокачивается с 2006 года. Я помню, первые постановления на эту тему были в 2006 году. То есть идет разгосударствование в такой бюджетной сфере. Тот объем услуг, которые оказывало государство через свои бюджетные учреждения, то есть предлагается, чтобы это делали организации некоммерческие и организации бизнеса, то есть частные компании. Для этого вот эти заказы, они будут выставляться на рынок. То есть некий аукцион, да? Как сейчас у нас госзакупки происходят, да? Да, да. Ну вот эти процедуры, они будут отлаживаться. То есть по бизнесу более-менее, то есть 44-й федеральный закон, другие виды распределения госзаказов. А вот по некоммерческим организациям, то есть некоммерческие организации по определению, они тесно связаны со своими целевыми группами, с клиентскими группами, и уж кому как ним оказывать там именно услуги, там вдумчиво, именно этим целевым группам. И хорошо, если деньги придут именно там в эти организации за ту деятельность, за которую они оказывают. Это вы говорите то, как должно быть это, да, по идее? Ну да, то есть с этим никто не спорит, мы полностью все согласны и всегда просили именно этого у государства, чтобы была такая возможность оплачивать услуги некоммерческих организаций. Но и мы прекрасно понимаем, и государство прекрасно понимает, что здесь очень много подводных камней. То есть если услуга становится государственной, за нее оплачивает государство, то государство гарантирует качество этой услуги, достоверность предоставления этой услуги. То есть услуга должна быть оказана по определенному стандарту качества. Эти стандарты качества, вот в бюджетном учреждении все понятно. То есть государство утверждает стандарты качества бюджетной услуги. Это очень много регламентирующих разных документов. И из бюджета выделяются деньги, бюджетные учреждения на бюджетные деньги эту услугу оказывают. Вот по идее, вот в эти же прекрасные отношения должны вступить не государственные организации, то есть те самые некоммерческие организации. Со своей стороны государство предоставляет им определенный статус, ну при наличии определенных критериев. То есть отсутствие задолженностей по платежам бюджет, по налогам и сборам. То есть чистым таким должен быть. Да, да. Должны иметь в оперативном управлении или в собственности достаточные для оказания этих услуг условия. То есть помещение, штат, оборудование какое-то. Вот такого рода услуги. Должны иметь опыт оказания подобных услуг не менее года. То есть сегодня создались, завтра пришли за статусом, так не получится. Получится, да, создавать именно сейчас эти все вещи. При наличии достаточно сложных критериев, под которые подойдут далеко не все, ну очень далеко не все организации, можно получить статус. И вот этот статус, он дается сроком на два года. То есть по организациям, владеющим этим статусом, будут льготы по налогам, будет льготный режим доступа к государственным ресурсам, то есть к тем же помещениям, к имуществу и много чего еще. Но это вовсе не значит, что он кого-то обогатиться сможет. Нет, это не значит. Вот допустим, те услуги, которые сейчас предлагаются, мы смотрим просто расценки, ну это же государственная услуга, у нее есть государственные расценки. Ну это такие очень-очень минимальные деньги. То есть сложно представить, чтобы на свободном рынке услуга стоила вот так. И чтобы за такие деньги согласились, допустим, организации бизнеса поработать, которые еще закладывают в цену производство услуги, еще прибыль, еще что-то там. доход учредителей. Здесь действительно там самые минимальные расценки. И с учетом тех требований, которым должна удовлетворять организация, мы так просто понимаем, что это все равно будет деятельность больше затратной. Ну, то есть там все это содержать. Чтобы, дабы соответствовать этим требованиям, придется вкладываться. Да, да. То есть это не манна небесная проливается. Вопросов очень много. Вопросы, там, практического плана, как это все в документах, как это все вопросы по СМИ там. Ну, у нас по Кировской области специально на эту тему была секция на гражданском форуме. Давайте мы к этому перейдем, да, уже после небольшой паузы. Продолжается наш эфир. Своим особым мнением сегодня с нами делится Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области. Я напомню, что мы сейчас обсуждаем тему уже возможного с 1 января 2017 года передачи социально ориентированным некоммерческим организациям неких каких-то государственных полномочий в социальной сфере. Гражданский форум, да, который состоялся 24-го, с 24-го по 26-е ноября, именно там обсуждалось, да, Вы говорите о том, да, Вы модерировали секцию под названием «Система поддержки некоммерческих организаций в Кировской области». Ну, у нас была специальная еще секция, Виланин Николаевна Ершова, именно по оказанию услуг. Это руководитель Центра поддержки семьям, подросткам, молодежи. Да, 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 да. То есть, у нас вообще было 4 секции, посвященные там работе социально ориентированных некоммерческих организаций. И так или иначе, мы на каждой из этих секций затрагивали этот вопрос. Вот на двух вот этих секциях, секция, посвященная именно оказанию социальных услуг некоммерческими организациями, то есть это непосредственно была тема разговора. Далее мы этот разговор продолжили на секции по системе поддержки некоммерческих организаций, потому что это часть системы поддержки. И еще там разговор шел, так или иначе, там на юридических аспектах там деятельности. Ну, безусловно, да. Это нельзя обходить стороной, это тоже важная часть работы. Так, ну, собственно говоря, у нас были представители правительства, которым реализовывать, то есть там с этого года... Какое ведомство? С этого года вот вопросы, связанные там с оказанием там услуг некоммерческими организациями, это Министерство внутренней информационной политики. Да. То есть раньше это была прерогатива Министерства экономики, вот, но сейчас переиграли, и вот этот вопрос по некоммерческим организациям, все-таки, все, что связано с некоммерческими организациями, это вопрос внутренней политики. Ну, вы с этим согласны? Да, я согласен с этим. Министерство экономики, там, Министерство финансов, они слишком большие, у них слишком много там разных других вопросов, которые вот им не до, не до вот этих тонкостей, не до нюансов с некоммерческими организациями. Ну, если постараться, то можно будет. Тут дело, вот то, что мы обсуждали, обсуждали готовность перейти. На самом деле готовность крайне низкая, и крайне низкая, именно с точки зрения некоммерческих организаций. В чем проблема? А вот организации, которые бы подходили, удовлетворяли там всем признакам, всем критериям, при этом имели бы желание и имели готовность, то есть, которые точно знают там, в какую воду они там собираются заходить, и они готовы к этому, и которые целенаправленно стремятся этих организаций, ну, по пальцам одной руки пересчитать. Да вы что? А общий объем? Общий объем, в смысле, сколько общий объем? Да, вот именно, да, социально ориентированных. Ну, у нас в Кировской области зарегистрировано 1700 бизнес-ммерческих организаций. Ну, реально работает намного меньше. Из них, да, вот мы переобзванивали, пересматривали нашу каталог-базу данных, сейчас у нас там 324 организации, с которыми нам удалось пообщаться, ну, то есть, у которых есть контакты, они подтверждают, что они продолжают работать. Многие, как бы, организации уже ликвидированы, то есть, мы выбираем, ну, по крайней мере, вот мы, наш центр, вот, переобзванивали, перепроверяли данные, и лично нам удалось пообщаться. Всего лишь 300 здесь небольших. Да. Это не значит, что, вот, кроме них нет никого. Периодически возникают организации, которые, ну, как-то за эти годы, там, прошли мимо нашего внимания. Вот. Но они существуют, приглашают к себе, вот, как-то приходят, знакомимся, вот, оказывается, да, мы даже не знаем, как мы так пропустили. Вот. Такое бывает, но, в принципе, основное ядро мы уже знаем. На протяжении долгих лет. Да, на протяжении долгих лет. И многие из этих организаций, вот, когда мы говорим про готовность оказывать, там, социальные услуги, многие отказываются, говорят, нет. Почему? Что угодно. Слишком большая ответственность, слишком... Это большая ответственность. Слишком тяжело соответствовать. Это тяжело соответствовать, это большая ответственность, потому что это оказание, по сути говоря, государственных услуг за бюджетный счет. Это будет спрос как с государственных бюджетных органов. Государство может еще и ужесточить вдогонку. Это значит, что любой человек, который посчитал, что ему услуга оказана неправильно, спокойно пишет заявление, и приходят все эти самые проверяющие, которые проверяют бюджетные учреждения по заявлениям граждан, по соответствии, не соответствии. Это оказание государственных услуг. Тут надо просто четко понимать. Многие организации создавались не для этого, не коммерческие. Многие организации создавались, это просто инициатива самих граждан создать и для себя, для соседей что-то сделать. Претендовать на какую-то поддержку? Претендовать, не претендовать. Многие организации ведь и не претендуют на государственную форму поддержки. Ведь никто не говорит, что раз создалась некоммерческая организация, она обязана сидеть на шею государства. И никто не создает, ну, по крайней мере, нет такого явления, как массовое, что организации не создаются с целью сесть на шею государства. Организации создаются по личному убеждению. Для решения какой-то проблемы. Для решения проблемы, если люди посчитали, что им необходим статус юридического лица для того, чтобы проявлять свою инициативу. Ну, проявляйте свою инициативу. Вот статус юридического лица. Законодательство дает такую возможность. То есть мы оцениваем, что на данный момент в реестре, допустим, Министерства социального развития у них всего одна организация, одна социально-ориентированная организация, которая в этот реестр вошла и оказывает социальные услуги. Вот это не государственный детский сад. Только одна организация обратилась и предприняла усилия, чтобы войти в этот реестр, собрать документы, соответствовать всем требованиям, чтобы получать от государства некую компенсацию за оказанные услуги. Это давно уже было, да? Ну, вот это, нет, это, ну, как давно, ну, 15-16 год. Вот это свежий, как бы, вот, пока одна организация. Но она единственная. Она единственная в реестре. Сейчас готовятся там другие организации, вот, готовятся, но их крайне мало. Вот мы считаем, что по 17-му году, если хотя бы 5 организаций начнут оказывать, там, вот так, с чувством, с толком, с расстановкой. Кстати, в каких сферах они могут начать? Что за деятельность? Ну, вот смотрите, вот деятельность, там, детских садов, вот, негосударственная, да, то есть, вполне под это, ну, легко подпадать. важность, важная, нужная штука. Образовательные организации, негосударственные образовательные учреждения, вот, ну, сам Бог видел. Вот, организации, которые могут обслуживать на дому, вот, оказываются социальной поддержкой. Люди с ограниченными возможностями, да, или пожилых людей. Да, да, да. Ну, вот по видам деятельности, это, в основном, там, социальное обслуживание, там, оказание услуг, там, обучение, вот, консультирование. Ведь еще, смотрите, еще не по всем, вот, Министерство социального развития, они сформулировали, ну, примерный набор услуг, он еще, конечно, будет меняться, но, тем не менее, у них есть услуги, которые, есть уже, сформулированные услуги, которые они могут предложить. уже предложить. Да, да. НКО, вот смотрите, есть поле, поле непаханное, пожалуйста, занимайтесь. Другие ведомства, то есть, речь-то там, о постановлении правительства, там, в указах президента, речи президента, речь-то идет о 20 видах деятельности, о 20 направлениях, вот, это и в сфере культуры, вот, у нас есть, по идее, там, организации, некоммерческие, которые занимаются в сфере культуры, вот, они могли бы быть поставщиками услуг, то есть, они могли бы делать мероприятия, они могли бы оказывать услуги населению, там, в сфере культуры. Но пока, 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 еще, министерство там, культуры не формулирует услуги, на федеральном уровне, министерство культуры? И на федеральном, и на региональном тоже. Там, все это же самое придет и в министерство, там, и в молодежь, и в спорт, и, ну, по идее, все, министерства там, социального блока, вот, они должны в этом участвовать, они должны как-то сформулировать. До 10% там, ну, оказываемых услуг, по идее, планируется передать, вот, ну, на такой аутсорс, некоммерческим организациям, в идеале. Но мы прекрасно понимаем, что пока некоммерческие организации не готовы на себя, ну, в своей массе, взять этот объем. Вот. И пока еще, вот эти услуги, они четко не сформулированы. Ну, то есть, пока нет нормативных документов по выделению, там, конкретных денег, конкретных этих самых, то есть, не прописаны процедуры, по которым, вот, вот, если бы было выставлено на торги, вот, ну, это же заранее все планируется, будет формирование бюджета, сколько будет через процедуру торгов, там, какой объем средств, на какое количество услуг, вот, грубо говоря, было бы понятно, что, если в Кировской области надо сделать, там, сто тысяч книговыдач в библиотеках, вот, то какая разница, кто это может обеспечить, бюджетная библиотека или частная библиотека, там, коммерческая или, там, некоммерческая, ну, не государственная. То есть государство платит за, сколько это услуга стоит, одна книговыдача, там, на одного человека, и государство формулирует, что в течение года у нас есть деньги на, вот, такое-то количество, вот, оказанных этих услуг. Вот, вот уже кто может обеспечить, потребитель бесплатно, там, приходит, получает книжку, там, читает, сдает ее обратно, вот, а государство за эту услугу платит. Вот, это очень важно, и здесь, скорее всего, эта сфера будет конфликтной, рано или поздно, там, или она будет конфликтной, потому что, смотрите, государство с... В чем конфликт? Конфликт в том, что роль традиционных бюджетных учреждений, то есть государство переносит всю тяжесть, там, работы с традиционных бюджетных учреждений на негосударственные институты, вот, то есть, по сути говоря, государственный заказ отдает на аутсорсинг, процедуры выработаются, там, 17... По процедурам, да, можно особо не переживать, можно... А вот, собственно говоря, опыт передовиков в этой сфере, там, Пермь, Башкортостан, ну, собственно говоря, они, свои бюджетные учреждения, они трансформировали в негосударственные, некоммерческие организации. Соответствующие регистрации, да, 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 то есть, но теперь государство не отвечает за эти организации, теперь они самостоятельны, они могут, да хоть завтра, там, ликвидироваться, если у них что-то не пойдет, вот, и финансирование не получают, только вот, вот, как бы, вот по этому каналу, там, сегодня оно есть, вот, а завтра, там, если появится какая-то другая организация, которая сможет победить в конкурентной борьбе, вот, то никто не гарантирует, там, зарплату этим учреждениям, то есть, они вынуждены уже вести себя, не как бюджетные, вот, не пользоваться гарантиями со стороны государства, ну, как, вы же нас создали, вы же у нас учредители, так что, что бы там ни случилось, вы за нас отвечаете, вот, теперь они, эти организации, отвечают сами за себя, мы продолжим нашу беседу, после небольшой рекламы. Сегодня это особое мнение Олега Ткачева, руководителя Центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области, мы продолжаем нашу беседу, про некоммерческие организации, про то, что, возможно, очень скоро все-таки дадут им, работать в социальной сфере, за бюджетные деньги, ну, Олег, у вас это личная позиция, как руководителя Центра поддержки, вы будете как-то продвигать, настаивать на том, что ребята, ребята, давайте попробуем, поработаем, или будь как будет, собственно, не хотите, не хотите. Разумеется, когда появляется новая возможность и новая форма приложения, там, собственных усилий, там, это всегда полезно, разумеется, мы будем предлагать, но мы прекрасно понимаем, что такая форма работы, это не для всех, впрочем, как не для всех, а получение, не для всех, для большинства или меньшинства, все-таки, для избранных, это для организаций, уже достигших определенного уровня, в своем организационном развитии, которые имеют, там, штатные единицы, которые уже умеют, каким-то образом, зарабатывать себе на жизнь, на те помещения, в которых находятся, у которых жизнь размерена, регламентирована, у которых, там, есть комплекс, ну, внутренних документов, которые понимают прекрасно, как, как что происходит. Это работает как часы. Да, да, это для больших организаций, которые желают заниматься услугами, то есть, скорее всего, они уже оказывают услуги, вот, и возьмут на борт еще, там, две-три, ну, государственных услуги, дополнительно к тем, которые они делают, там, в каком-то платном режиме, там, для населения, вот, но таких организаций, я говорю, вот, готовых на данный момент, их буквально раз-два и обчелся. А если пойти путем объединения нескольких НКО, консолидировать свои силы? Так, вполне возможно, что, там, рано или поздно, там, это и пойдет, вот, но это, как бы, все равно, это дело не для тысячи семиста организаций, то есть, это, вот, даже в лучшем случае, это, там, десяток-два организаций, вот, ну, и по нарастающей, я думаю, там, год от года это количество будет пребывать, ну, в зависимости от того, сколько именно государственные органы будут выставлять услуг, там, государственных, на вот эту вот систему. Но вы ожидаете, ждете, как-то надеетесь, что наступит вот этот день скоро, когда все, все заявления будут воплощаться в жизнь? Нет, это, это уже воплощается, уже есть организации, которые, там, оказывают услуги, вот, просто по каждой конкретной услуге, там, идут долгие, там, вот, нужна готовность министерств, то есть, нужно понимание, то есть, нужно описание, то есть, эта услуга, она должна быть описана, вот, детализирована, то есть, регламентирующая, это все медленно. Некоторые, вот, я говорю, Министерство социального развития уже работает, у них уже есть, у них уже все описано, у них уже готов комплекс документации, вот, их опыт необходимо принимать другим министерствам, потому что им тоже надо, вот, этот опыт внедрять, вот, так вот, понемногу, понемногу, все будет развиваться. В данный момент формируется рабочая группа при Министерстве внутренней политики, которая будет, там, составлять некую дорожную карту, вот, развитие, там, этих социальных услуг, оказываемых некоммерческими организациями. Кто войдет в эту рабочую группу? Ну, туда разные войдут, там, и представители общественности, и представители органов государственной власти, и НКО. Ну, да, то есть, это, вот, министерство, там, формирует. Я надеюсь, что эта рабочая группа, вот, она разработает, там, соберет все предложения, то есть, как облегчить, как, то есть, эта рабочая группа, она должна скоординировать, там различные ведомства, вот, чтобы облегчить им переход, на, вот, оказание, там, социальных услуг, некоммерческими организациями. То есть, рекомендации, ну, должны быть, там, серьезными, существенными, вот, я надеюсь, что, там, в разных ведомствах, там, начнется оказание, там, социальных услуг, не государственными организациями. Начнется это все-таки положительно. Это положительная работа. Да. Хорошо, давайте идем дальше, вернее, уже поскачиваем дальше, у нас буквально 5 минут остается. Хочу поинтересоваться вашим мнением по поводу новых правил формирования Общественной палаты Кировской области, к четвертому созыву это будет уже относиться, 18-й год, да, в 18-м году будет формироваться четвертый созыв. Законный проект внесен, но это приведение, в соответствии, как говорится, с федеральным законодательством, новая общественная палата будет формироваться не из четырех частей, как сейчас, а из трех ОЗС, губернатор и общественные организации. В результате, что получается, количество общественников уменьшится или это не очевидно? Ну, уменьшится. Уменьшится. Ну и как вы говорите, новое правило? Вообще никак. Ну, то есть, это очень плохо. Плохо? Это очень плохо. То есть, когда у нас было пленарное заседание и там голосовали за эти правила, я неоднократно, а следовательно выступаю против вот этого порядка. Но это федеральный закон? Ну, федеральный закон, знаете, моя точка зрения такая. Вот этот федеральный закон, он для вот еще как минимум два года, как минимум два года, мы могли бы не принимать. То есть, на региональном уровне этот закон. То есть, мы могли бы тянуть до последнего, пока абсурдные нормы по формированию там не отменятся. Получается буквально следующее. Вот как там написано, черным по белому. То есть, вот губернатор имеет право приглашать в общественную палату представителей общероссийских и межрегиональных общественных объединений. То есть, никого других губернатор не имеет права приглашать. Именно статус региональный, межрегиональный и общероссийский. То есть, областные организации вот, областные организации самостоятельные, губернатор их уже не может. Не может. Прочие некоммерческие организации, допустим, фонды, вот, не может, потому что это не общественная организация по новому гражданскому кодексу. Ну, то есть, смотрите, сюда введены вот слово общественная организация, это организационно-правая форма. И среди прочих некоммерческих организаций вдруг по организационно-правым формам губернатор не может этих дали. ЗАГС собрания может приглашать кого угодно, то есть, оно ничем не ограничено. То есть, по сути говоря, депутаты избранные по принципу принадлежности к политической партии, по сути говоря, имеют там, карт-бланш на любые действия. То есть, они могут приглашать кого угодно, утверждать кого угодно. И вот так называемая общественная часть только местные отделения общественных организаций. То есть, не все общественные организации зарегистрированы как юридические лица на территории Кировской области, а только их местные отделения, статус местный, и только общественные организации, то есть, опять же, ни фонды, ни автономные, ни коммерческие, ни прочие организационно-правовые формы некоммерческих организаций не могут быть общественной частью как бы снизу. То есть, все сконцентрировано на полномочиях ЗАГС Собрания. И на квоту ЗАГС Собрания то есть, могут получается, что в эту квоту претендует 17 человек, а на квоту губернатора и на общественную часть могут претендовать далеко не все. Ну, никак. И вот этот перекос странный, то есть, в полномочиях в организационно-правовых формах это настолько несбалансировано и ничем не оправдано не мотивировано, на мой взгляд. Ну, вот такую мину нам заложили как бы с федерального уровня и предлагается. Я думаю, что за два года, когда там дойдет до ключевых событий, то есть до непосредственного формирования палат, мне кажется, что эта норма как-то должна быть пересмотрена, не может быть такая абсурдность. Я разговаривал с коллегами из других регионов, то есть большинство регионов это сейчас голосуют, принимают такой порядок формирования региональных общественных палат. это местные парламенты которые сейчас а потом, когда начинаются выдвижения, когда люди люди же обычно не отслеживают, не вчитываются в тонкости а, да, что-то там приняли, ну и ладно. А когда начинается выдвижение и общественники смотрят на кто имеет право формирования и смотрят через кого как предлагать своих представителей и понимают, что пути закрыты. там не то, что они становятся такими кривыми и непонятными эти пути вот не буду говорить какой регион недавно формировались там активные общественники там в фейсбуке начинают читать слушай, а давай там вот давай выдвигаться давай там что-то такое а вы почитайте внимательнее-то да как а неужели вот так а кто такое написал-то то уже приняли в этом времени да, это вещь да вот уже принято да не может такого быть вот ну и ладно ну раз так принято ну значит как бы ставим крест вот значит это не то место вот где где мы можем находиться вообще в принципе вот ну и значит не будем никаким образом вообще смотреть в эту сторону ну вот чего добились собственно говоря вот неоправданным я считаю что это неоправданно зачем так усложнять ну а депутаты законсобрания вы не сомневаетесь что они примут слушайте было представление секунду было представление прокуратуры которая обязала привести там соответствие вот с федеральным законом то есть по идее как бы депутаты исполняют и они протестовать не будут понятно три года да но я считаю что у нас есть влаг по времени мы могли бы вот мы не обязаны сами себе за такой порядок голосовать даже если вот он принят в Москве Олег Ткачев руководитель центра поддержки некоммерческих организаций и член ОПКО завершается на этом программе особое мнение спасибо всего доброго спасибо спасибо спасибо